Друзья, всем утречка! С вами Полина, игра Бесконечное Лето. Поэтому я так давно уже этих слов не слышу, и те, кто меня на постоянной основе смотрит. YouTube мне подсказал, что есть некий мод для игры Бесконечное Лето, который называется Чистовик, кажется. Короче говоря, в пионерлагерь Савёна приехали девочки из Доки Доки и Литвича Клак. Я подумала, что это, конечно, очень странная идея, но между тем, вот этой вот своей странностью она привлекает, притягивает и будет даже любопытно взглянуть на этот мод. У меня уже на самом деле есть планы на некоторые моды, но хочу я в своё путешествие по модам Бесконечного Лето начать путешествие, пожалуй, именно с этого мода. Почему бы и нет, в конце концов? Ведь это две игры, которые мне нравятся, поэтому давайте сейчас выберем Чистовик. И вперёд. Дисклеймер. Мод сделан на коленке двумя новичками в сфере кода. В моде используются BG, CG и спрайты, надёрганные со всей ветосферы. Как будто, блин, я вообще понимаю, о чем речь, да? Ну ладно, хорошо, ну на коленке так на коленке, господи. Спрайты будут переделаны, если мод зайдёт. Куда зайдёт? В комнату? Если я вдруг воткнул вашу картинку и вы этим недовольны, пишите мне в личку, бла-бла-бла. Постараемся решить этот вопрос. Выражаю огромную благодарность модам Саманта 7DL, или что это вообще? И BLPI за вдохновение, и за материалы, хоть я и не спрашивал разрешение, не спрашивал на использование или что? Так, и сразу варианты. А что будет, если нажать сюда? И я всё понял, хочу читать дальше. Я ничего не поняла, но я хочу читать дальше. Однако, поскольку я любопытна, то мне интересно, что будет, если сюда нажать? Но я думаю, что... Ах ты ж, я не могу прям, ну что такое? Вы что, издеваетесь? У меня с колёсиком мыши проблемы, мне просто так вниз не прокрутить всё это дело, блин. И теперь я обязана опять тут мучиться? Я просто в шоке. Ну спасибо тебе, разработчик мода, обалдивший просто. Как можно, а? Поиграл, называется. Убалдеть, блин. Ура! Я смогла идеолвать за листочек. Гад, блин. Разработчик, это вообще была плохая идея. Он, видимо, просто не знает, что у кого-то могут в мышах колёсико не работать. Но у меня такая мышь, у меня, блин, колёсико не работает. Я не могу прокрутить вниз ничего. Если я нахожусь в интернете, то мне приходится нажимать на колёсико мыши, и тогда я прокручиваю вниз. А именно колёсиком, именно тем, чтобы его крутить, у меня так не выходит. Всё, это очень-очень плохая идея со стороны разработчика была. Я думаю, я уже буду предвзято относиться к тому, что он создал, но может и нет. Сейчас посмотрим. Итак, машина. Уже необычная. Я, честно говоря, думала, что мод начнётся как оригинальная игра. Ну, может быть, текст не тот же, но... Декорации, места, где Семён, главный герой, находятся, те же, мне казалось, останутся. Итак, и музыка даже другая. Это кажется интересным ровно до того момента, пока не закончится. Вот у меня так с этим модом. Ну, в смысле, закончился, когда меня выкинуло в главное меню игры. Двигатель Волги ревел на пределе. Рядом на пассажирском месте безвольной куклой болталась Лена. Что она там делает? Я вообще не думала, что кто-то из девочек рядом с Семёном в машине будет. Пожалуй, она давно сползла бы вниз, если б я её не пристегнул. Периодически приходилось поглядывать на мигалки в зеркале заднего вида. За вами что, погоня? Ма, вы... Как там у Гонни и Клайд, или как? А какая музыка, слушайте, обалдеть. Не то... Блин, я прям не могу комментировать, я хочу послушать музыку. У меня такое ощущение, что я в концертном зале и играю эту оркестру. Не то, чтобы они меня очень беспокоили, эти музыканты, но хотелось добраться до города и как можно быстрее. Там я сброшу ментам Лену и свалю в закат переулочками. Ты что, обалдел, что ли? Какую Лену ментам? Всё, вы вместе навсегда. У вас дети как бы, а помни, Семён? Лихая неделька получилась. Мне удалось уехать от лагеря больше, чем на 800 километров. Он всё ещё пытается выбраться. А при чём тут Лена, которую ментам сбросить надо? С учётом моего здешнего возраста, везти машину и заправляться было очень проблематично. Я вообще поражаюсь. Разве в СССР могло быть такое, что... Пионер вообще за рулём? Мне даже представить это сложно. Мне кажется, у них таких шоковых ситуаций не происходило. Да и денег удалось найти совсем немного. Бог с ними, с деньгами, меня больше интересует, откуда он машину взял. За всё время ни одного крупного города, мелкие посёлки, деревеньки, леса да поля... Не поняла, а где он заправлялся в таком случае? Это в мелких-то посёлках и деревеньках заправки всякие? Или в лесах да полях тем более? Ну ладно, в мелких посёлках ещё может быть. Но в деревнях, где у людей в основном лошади и... Ой, как они называются? Повозки, не повозки? Телеги? Что-то очень сомнительное, чтобы заправочные всякие станции и пункты были. Что это за глушь? Куда вообще меня забросило, а? Конечно же, лагерь не отпускают просто так. Кто-то тут же заявляет в полицию. В полицию уже? Так ведь в СССР же полиции не было, было видите? Кто-то тут же заявляет в милицию сбежавшим пионере. Оформляют вон в углу. Вычисляют почему-то очень быстро. Вот в очередной раз я проявляю мастерство автовождения. Я так понимаю, о том, что вычисляют очень быстро, Семен узнал на собственном опыте. Жаль, Лена не видит, пришлось вырубить бедняжку. Не понравилось ей быть заложницей, видите ли? Не вовремя развязала руки. Накинулась, чуть в кювет не улетел. А, так вот она что. Но если она заложница, зачем ее ментам сбрасывать? Тут выбрось на обучение где-нибудь и все. В старой жизни я водил очень редко, хотя права получил еще на армии. Хвастаешься, что ли? А здесь вот навыки уже точил. Терять-то все равно нечего. Классненько. Ну, Семен, берегись. Сейчас, наверное, что-то будет. Кража машины с рук вряд ли сойдет. Волгу повело, и я вцепился в руль. Пробили таки покрышку. Аж стекло треснуло. Второй пулей разнесло зеркало заднего вида. А, так вы его стреляют? Я думала, это он так кревозит, что аж покрышку пробило. Ого, и мигалок сместился вправо, и я оглянулся, чтобы услить обстановку. То есть, серьезно, моя шутка про... Мяу! Ого! И чё себе, как клёво? Ам... Моя шутка про то, что за ними погоня идет вовсе... И шуткой, что ли, было? Кажется, зря оглянулся. Ой, сердце, я слышу, как бьется. Жуть. Мне не удалось сосчитать, сколько раз перевернулась в Волга. Зато удастся сейчас сосчитать, сколько раз сердце в ушах ударилось уже. Так же, как и количество ударов моей головой об приборную панель. Жесть! В ушах шумело, на губах был привкус крови. Однако, взгляда на дверь хватило, чтобы понять. Не откроется. А представьте, машина уже загорелась. Вот это прикол. Но после таких колебитов в машине не осталось ни одного целого стекла. Так что, это и не нужно было. Я вообще не представляю, как можно выбраться из перевернутой машины. А может и можно как-то? Может и так что-то и тяжело? Ну, мне это представляется страшно сложным. Я обернулся и мне в глаза посмотрела перевернутая Лена. Пришла в себя, да, все-таки? Она так и осталась в кресле. Себя ж я не пристегнул. В ее взгляде застыл дикий ужас. И тут Семен решил Лену, бедняжку, успокоить. Ничего, Ленок, прорвемся. Ну да. Я уже было хотел ее отстегнуть. Как вдруг заметил. А впрочем... Ее шея была неестественно вывернута. Рот приоткрылся в беззвучном крике. Она что, умерла, что ли? Нет, Ленок, дальше нам все-таки не по пути. Ангел-хранитель у меня все же с приветом. Блин, вообще жесть. Как он умудряется сохранять хладнокровие в такой ситуации? Я бы просто... Не знаю. Может, в обморок бы упал от того, что я в одной машине с трупом нахожусь. И я на карачках пополз по крыше Волги до травы. Чтобы вылезти из-под капота перевернутого автомобиля, пришлось лечь. Но вместо неба я увидел носок ботинка, который прилетел мне по лицу. Жесть! И тут такой милиционер. Вставай, падаль! Ко мне бежали еще двое стражей порядка с калашами на перевес. А, стреляйте в Семена, ему все равно ничего не будет от этого. Надо будет попробовать спереть как-нибудь один такой. Ты выживи для начала. Да вставай же, отбегался. Все, руки держи так, чтоб я их видел. Пора заканчивать этот спектакль. Встает! Они потом поймут, что граната была вылеплена из пластилина. Потом. А пока? А пока они его расстреляли. Обалдеть, просто вот это начало, да, боевое такое. Что милиционеры настолько глупые, что настоящую гранату от вылеплены из пластилина отличить не могут. Что, блин? Что происходит тут вообще? Ну, хотя, с другой стороны, они столько гонялись за Семеном. Может, они уже обезумели тоже. И, в общем, плевать может даже было. Настоящая граната или не очень. Ситуация из раза в раз не менялась. Так ты выжил, да? Ох, какая музыка. Я должен был вернуться домой. Или остаться в параллельной реальности. Но я сглубил. Совершенно случайно я наткнулся на ушастую в лесу. И попытался забить ее кирпичом. Что? Что, блин, происходит тут? Жесть. Я просто в шоке. Забить кирпич. Блин, ну хотя бы, может, это и логично даже. Ну, она как бы мутант. А люди, если им что-то незнакомое, что-то выбивается из их понятий о естественности. Может, они пытаются это убить, уничтожить, чтобы ничто не мешало восприятию окружающей реальности. Я не знаю. Зачем попытался забить кирпичом? Сам понять не могу. Да потому что у нее две пары ушей, как бы. Ужастое что-то такое сделало, что я вырубился на несколько часов. А потом опрылся в домике Ольги Дмитриевны. Я прогулялся по лагерю, пообщался с ребятами. И все было нормально. Но ровно до того момента, пока я не увидел себя. Вокруг ничего не изменилось, кроме окружающей реальности. Как это? Ничего не изменилось, кроме окружающей реальности? Тогда все поменялось, если уж она изменилась. Это был не мой лагерь. Не моя смена. Когда я прибежала обратно в лес, ушастой, конечно же. Там уже не было и в помине. А срок, отпущенный лагерем, подходил к концу. И тогда я заманил своего себя в пусты. Расколотый, окровавленный кирпич полетел с пристани. Что он несет вообще? Ах, он тело несет. С телом было сложнее. Но и ему нашлось пристанище под валежником. Или валежником, как это правильно. Даже не знаю вообще, что это такое. И прошла годними опавшими листьями. А вот это я уже знаю, что такое. Никто не заметил подмены, как пелось в одной популярной песне. В какой популярной песне это пелось? Я не знаю все популярные песни. Кто не имеет пустынему реакцию на... Короче, найдете в плейлисте с реакцией, там с песнями что-то связано. Ни одной популярной песни, не знаю. Фейс там, кто-то еще, Оксимарон, Икс... Что там, Тинтейшн или как правильно. Это все для меня просто слова. Они более того, они ничего не значат. Но после смены я снова проснулся в автобусе жарким летним утром. Но нового Семена в этом лагере не появилось. Видимо, я занял его место насовсем. Слушайте, у меня такое ощущение, что я играю за тому самого мрачного плохого Семена. Сколько смен я так прожил? Я сбился на пятом десятке. Ужс, ужс. Зато обнаружилась одна деталь. Реальностей действительно много. Это выглядит так, будто меня планировали сотни, если не тысячи раз. И закинули каждого в свои сориумы. Что творят эти пришельцы в ТикТок, а? Как будто в онлайн играх на каждую команду игроков создается копия данжа. Через несколько часов эта копия исчезает, а с ней обнуляются убитые моды и боссы. Ах, так вот, как это все в онлайн играх работает. Здесь же срок копии составлял неделю. Только вот выйти я не мог. Зато я научился разговаривать с другими Семенами посредством видений. Эти видения я про себя окрестил зеркалами. Иногда удавалось всласть постебаться над очередным, ничего не понимающим собой. Ах, ты паразита, кусок. А иногда они посылали меня нафиг. В своем женовом лагере я развлекался как мог. Я строил отношения с каждой из девочек. Спал с ними. Спали все вместе. Потом в ход шло насилие. Потом Содом и Гаморра. Хотела еще что-то назвать, но слово забыла, блин. Когда оно наскучило, я предпринял попытку отсюда убежать. Потом еще одно. Еще. Я пытался выпереться сам, и у меня получалось. Что такое выпереться? Бензопилой выпереться или обычной пилой? Господи, ужас-то какой. Правда, ненадолго. Как можно себе оттяпать руку или ногу, блин, пилой? Еще бензопилой? Ну ладно, а простой пилой у меня просто в голове не укладывается. Я открывал глаза, и снова в автобусе около ненавистных ворот Савенга. А мне этот весь сленг молодежный, так ненавистен. Скоро вместо русского языка будут зарубежные всякие слова, которые что-то там обозначают. А и всякие слова, которые совершенно в глазах подростков имеют другое значение, нежели по идее должны. Ненавижу. Одной из серьезных неприятностей оказалось то, что сигареты в моем пальто не оказалось. Не нашел. Слова постоянно повторяются. Может, стоит почитать все-таки классическую литературу подростковому, ну, чтобы слова не повторялись в конце концов. А то всякие выпириться в добра не доведут. Я каждую неделю перетряхивал все карманы, но тщетно. Наверное, ушастая исперла. Утро было плохим. Я почувствовал это сразу, как только открыл глаза. Хуже всего то, что музыка кончилась. Вот это реально плохо. Потянувшись, я встал, снял пальто и бросил его на сиденье. Одного привезли, как всегда, пленник лагеря, бедный Семен. Слушайте, а может, это проделки нацистов, а? Ну, весь этот лагерь и прочее, прочее. Я не знаю, существовали ли пионеры до Второй мировой. Но давайте представим, например, что нацистам удалось воплотить все их планы в жизнь. Безумные. Кстати, а что это вот тут такое? Как будто картинки не хватило и пришлось добавить. А, или это столб? Жесть. А перед ним типа листуа дерева? Как-то странно все равно выглядит. Выйдя из автобуса на свежий воздух, я вдохну запах лета. Дико болела шея от неудобных сидений. А что ж ты в автобусе не походил? А может, из-за ударов об потолок машины? Типа фантомной боли. Почему тогда у тебя не болит тело, когда тебя в милиции изрешатило? Я не понимаю. Хотелось кушать, курить и спать. Сейчас добреду до прохладного домика Ольги Дмитриевны. Собру что-нибудь и завалюсь под одеяло? Тебе не жарко, разве? А обед она мне сама принесет, рабыня. Жарится он бедным мальчиком. Но сначала все-таки выловлю Алису. Так тебе же хотелось кушать и спать. Какая Алиса, о чем ты вообще? На ворота лагеря скрипнули, пропуская вперед самую страшную зануду всея. Савенка. Да это все славяна. Она зануда что-то. Она не зануда, она хорошая девочка просто. Не обижайте славяну. Привет. Ты, наверное, только что приехал? Отвали. Я привычно отодвинул ошалевшую славяну. Ошалевшую. Не дожидаясь спектакля между Леной и Ульянищей, я прошел мимо клубов. Алиса должна была топать в сторону столовой. Ага, попалась. Заметив огненную голову, горит что ли она ведьма? Нечисто. Нечисто. Бенега. Заживо ее сожгли. Я тихонько подкрался сзади и хлопнул ее по плечу, что не ожидала. Она-то думала, что она самая такая крутая с понтами, да? Может всех пугать хлопками по плечам, спине, чуть ли там дух весь не выбивая из людей. Ай! Алиса, душа моя, угости сигаретой. И ты, я знаю, что у тебя есть. И также знаю, что у тебя еще кое-что есть. Теперь уже у рыжей бестии отпала челюсть. Мистер Унезапность. Кстати, у Алисы такой лоб. Маленький, узкий и широкий. Как это по отношению к лобу применительно правильно назвать? Совсем прямо лба нету. Что-то такое. Волосы на лбу растут. Какой ужас вообще. Мы знакомы? Откуда ты знаешь? Я знаю тебе все. Вплоть до того, что ты читаешь унесенных ветром по ночам. Так что будь душкой. И не заставляй меня ломать твои прекрасные пальчики ради отравы. Нет, определенно это плохой Семен. Злой Семен. Алиса хмыкнула и расслабилась. Лена рассказала, да? Ну, получит теперь стерва. Я жду сигарету. А с чего ты взял, что я вообще ее тебе дам? Во что ты расскажешь? Бить ее сегодня не хотелось. Хотя обычно именно так я ее делал. Ладно, сам возьму. Пачка в кедах спрятана. Не переложила еще? Что? Фу. Прям целую пачку сигарет в кеды засула. Вот это да. Нет, ну я понимаю, еще и сигарету как-нибудь куда-нибудь там спрятать. Униждие белье, которое на глазах, ниже шеи, которое в свою очередь. Но, блин, пачку сигарет в кеды засунуть? Как, блин? И типа так незаметно, да? И прямо ходить совсем не мешает? Ничего себе. С этими словами я быстрым шагом направился к домику Алисы и Ульяны. Алиса ломанулась следом минутку. Так это не в тех кедах, в которых она ходит. Нелена! Ульяна что ли сказала? Черт, да откуда ты вообще взялся? Ответь мне! Новочевская наконец-то поняла, что шутить я не намерен. И старалась не отставать мне. А вот их с Ульянкой жилище. Я дернула за ручку его и заперта, да? Сама откроешь. Или окно выбивать? Наверное, для Алисы я милась шоком, что он вообще знает все, что тут происходит. Возможно, она будет про него думать, что он... ...прорицатель там какой-нибудь, например. Алиса схватила меня за руку. Подожди, может, там Ульянище? Вот только она переодевается. Она Ольги за кузнечика выгребает. Давай, открывай уже. Ольги, блин, Ольги Дмитриевны. Не ори! Вот, блин, сама вынесу. Новочевская отперла дверь, и я поспешу зайти первым, блин. Девочку пропустить надо, а не первым заходить. Эй, я же сказала! Сейчас бы закрылась. Я уничтожила единственную пачку сигарет влаги. Что, Семен, попадался же на эту удочку, да? Двачевская. Я тебя срезком хорошо знаю. Урод! Алиса достала из ботинка пачку стюардесс. Жесть. Ну почему не Беломорканал какой-нибудь, а? Я вытащила из нее сигарету. Пять штук меня вполне устроит. И не ори! Это вожатые, сдам. Точно. Минутку, сигареты с сигаретами. А их же еще зажечь, как-то надо, чтобы курить. У Семена зажигалка, что ли, есть? Или спички? Да не расстраивайся. Я вполне мог у тебя и всю пачку забрать. Да, благодари еще, что не всю собирается забрать. Ужас! Это не Семен, это жесть какая-то. Это, ну что, кошмар всех девочек в лагере. Захватив с их стола коробок спичек, под возмущенный вопль двачевская, я вышел из домика и сел на ступеньки. Алиса выбежала следом. Эх ты, куда ты, Болен, прешься? Что ты можешь вообще против него, а? Лучше беги, спасайся. Не здесь, придурок! Иди отсюда! Я поморщился. Не кричи. В ближайшие пять минут тут никто не пройдет. Компанию составишь? Ну, знаешь ли, может быть, в ближайшие пять минут никто и не пройдет, а вот запах, он же так быстро не рассеется. Плюс от вас пахнуть будет так, что когда покуришь, наверное, лучше к Орге-Двитревне не приближайся. Ты сновидящий, что ли? Я же говорила, что она может о Семене подумать. Я усмехнулся и посмотрел на Двачевскую. Такого слова она при мне еще не произносила. О, что-то маленькое. Можешь считать и так. Да ты присядь! Что ты как неродная? Я очиркнул спичкой огонь и радостно впился в дешевый табак. А сейчас Семен радостно в сигарету опьется. Алиса с опаской, но последовало примеру. Несколько минут я наслаждался тишиной, пока Рыжая не заговорила вновь. А другие новенькие с тобой приехали. Какие такие другие новенькие? И сразу такой звук. Что? Какие еще такие новенькие? Не понял, кто? Ну, Ольга говорила вчера, что уступит еще пять человек. Одного я вот, к сожалению, вижу. Хотя для новенького ты слишком много знаешь. Но где остальные? Так, это шутка какая-то. Только один раз в одном из зеркал я видел альтернативный лагерь. И в нем действительно была одна новая девочка. Кто? Что это еще за новенькая девочка, которую я не знаю? Как так? Я же Семен, почему я об этом не знаю? Там Семен выглядел вполне счастливым, хоть и растерянным. Но мне отбросу реальностей. За что такая честь? Я вскочил, бросил окурок и побежал к домику Ольги Дмитриевны. Даже не Ольги. В спину прилетело еще одно оскорбление от Алисы. Но мне некогда было думать, куда прятать бычок. Бычок. Почему они бычками называются? Срочно нужно разузнать новости. Добежав, я схватился за ручку и распахнул дверь. На меня упала Ульяна, которая как раз собиралась выходить. Подхватив мелкую, я поставила ее на ноги. А что она прямо упала так жесть? Ходить совсем не умеет. Так ведь и нос расшибить можно, то и похлеще чего. За спиной Ульяны маячило шокированное лицо Алины. И я вломился в домик. Приветик, Ольга Дмитриевна. Почему не стучитесь? А, это ты? Мы тебя еще с утра ждем. А чем это пахнет? Тебе лучше не знать. Водитель в салоне накурил у Ольга Дмитриевна. А кто еще сегодня приехать должен? Ой, все, я не могу больше. Давайте сохранимся и... Я давно уже не играла в игры такого жанра. Не читала все-все-все. И мне уже прям дурно, если честно. Устала. Все, ребята, всем за просмотр спасибо. Ставьте большие пальцы вверх, если вам это видео понравилось. Если нет, то большие пальцы вниз. Мод обещает быть интересным. Пока начало неплохое. Все, всем всего хорошего и пока.